Всем привет! Меня зовут Ольга и у меня сегодня хлебушек с высоким содержанием гидротации. Это отличный вариант, с которым следует поближе познакомиться. В результате теста с высокой гидротацией получается хлеб с тонкой хрустящей корочкой и нежным равномерно открытым мякишем. Если все сделано правильно, результат выпечки будет превосходным. Хлеб легкий, воздушный, с кремовой текстурой и безупречным вкусом. Готовим. Муку и воду согласно рецепта объединяю и оставляю в покое на 1 час. Что такое уровень гидротации? Это просто общее количество воды по отношению к количеству муки в тесте. Через час добавляю закваску и соль и разведенные в небольшом количестве воды дрожжи. Перемешиваю и оставляю тесто в покое еще на 1 час. Высокая гидротация теста от 70% и выше требует к себе гораздо больше внимания и ручной работы. Из-за высокого содержания влаги оно довольно слабое и жидкое. С ним сложно работать, а потому пекарю необходимы особые навыки и мастерство. Стоит также понимать, что далеко не любая мука сможет взять в себя так много жидкости. Хлеб с высокой гидротацией не встретить в супермаркете. Это исключительно ручная работа, ремесло. Далее делаю складывание. Для этого тесто взять двумя смоченными водой руками, подтянуть вверх и сложить. Опять подхватить, потянуть и сложить, но уже с другой стороны. Вы увидите, как ваше тесто красиво сформуется шариком. И теперь пусть оно еще отдохнет минут 40. Затем делаем еще ряд складываний. Далее тесто делю на две части. Из одной части формую хлеб и отправляю в холодильник до утра. Из второй части готовлю пиццу. Продолжение следует... Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца.